Привет, друзья! С вами опять мы, двое за границей, и сегодня мы хотим посвятить выпуск одной из самых популярных достопримечательностей Пхукета. А именно, Большому Будде. Погнали! Итак, находится Биг Будда под район Каран, или Карон. Добраться до него можно несколькими способами. Это организованные экскурсии на мини-басе, на тук-туке, это же такси, либо такси-машина, байк, который вы сможете взять в аренду, или на машине. Мы приехали на своей машине, ехали мы где-то от нашего дома, это байпас, примерно 30 минут. Мы здесь с Линой были, ну, лет, не знаю, 6, наверное, 7 назад. Нет, когда? Нет. Три года? Мы были с Линой здесь три года назад. Три года, да, это очень много, и я вот так вот сейчас смотрю, вроде ничего не поменялось. Но сейчас подойдем поближе, обойдем вокруг и посмотрим. Погнали! Егор забыл сказать, здесь есть огромная парковка, как для машин, так и для байков, поэтому если вы приезжаете на своем транспорте, спокойно его здесь оставляете, парковка совершенно бесплатная. Большой Будда это не просто одна статуя, это целый огромный храмовый комплекс, на территории которого, помимо самой статуи, находится храм, крытый, находятся несколько святынь, несколько обзорных площадок, которые захватывают практически 360 градусов обзора на этот прекрасный остров, а еще не забудьте про дресс-код. Сюда в день приезжает нереальное количество туристов, и тайцы предусмотрительные, а вот китайцы нет. Знаю, что туристы будут приезжать в вещах, каких-то туристических, шорты или еще что-то. Они раскрыли вот такую палатку, где раздают для женщин платки, чтобы ноги были покрыты, чтобы плечи были покрыты. На мужчин это правило не распространяется, главное не приходите в плавках. Кстати, возвращайте платочки обратно, не будьте воришками. Вот о чем я говорил. Нельзя, 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 нельзя. В Таиланде, где бы вы ни были, вы никогда не останетесь голодными. Ровно так же, как и здесь в храмовом комплексе Большой Будда. Мороженое, водичка, все самое необходимое, чтобы освежиться, потому что прогулка предстоит долгая. И, как всегда, мы вам говорим, просто твердим, пейте воду. Приехали в Таиланд, здесь очень жарко, всегда пейте воду, что я сейчас сделаю. Большой Будда находится на одной из самых высоких точек на острове, и посмотрите, какой вид открывается. Короче, Егор вам, по всей видимости, набрал, сказав, что ничего за три года не изменилось. Нет, изменилось на самом деле очень много, очень много, что здесь достроили. Но строится все это очень медленно, потому что, как нам рассказывали, строится это все на пожертвования. В общем, вот сколько пожертвовали, столько и построили. Поэтому, друзья, не жадничайте. Что я только что сделала? В общем, справа от меня стоят 32 статуи Будды. И каждому из них нужно положить монетку и загадать желание на удачу и на здоровье 32 органов. Все это дается совершенно бесплатно за небольшую донейшн, благотворительность. В общем, сколько вы положите, зависит от вас. Но вот в таких вот маленьких мисочках 32 монетки. Пойдемте загадывать желание. У меня почему-то еще остались монеты. Именно вы можете поучаствовать в построении этого храмового комплекса. Вот, например, мешок цемента стоит 150 бат. Щебень стоит 600 бат. Сталь. Стальные сваи 25 миллиметров стоит 1000 бат. И что это? Бетон. И бетон за кубометр стоит 2000 бат. Плюс к тому, есть вот такой вот мрамор. Вы можете написать ваше имя. Их закладывают в ту или иную постройку. Где бы мы ни были, я всегда ищу статую Будды, которая олицетворяет тот день, в который я родилась. Я родилась 19 сентября 1989 года. Это был вторник. И Будда-вторник, это вот такой лежачий Будда. Как я всегда говорю, что все у меня происходит на расслабоне. В общем, всегда делаю ему пожертвования. В предыдущих выпусках мы говорили то, что у каждой Будды соответствует дню недели. Но только у среды есть два Будды. До обеда и после обеда. А мой после обеда. И он стоит вот с таким вот горшочком. Не знаю, денег, наверное. Я тоже кину денег. И еще денег. И еще вот сюда ему кину денег. Все же знают статуэтки мартышек с закрытыми глазами, ушами и ртом. И как мы всегда говорили, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не хочу говорить. По факту это все относится ко злу. То есть не вижу зла, не говорю зла и не слышу зла. И вот эти три принципа, на которых основан буддизм. Избегайте плохих мыслей. После того, как вы поднялись уже к храму самому, точнее к большому Будде, здесь на территории есть беседки для тех, кто устал, чтобы посидеть, отдохнуть. Пока вы будете подниматься, то есть не с главного входа, а по бокам, везде будут стоять всякие статуи. Мы уже их не снимаем, потому что приезжайте и посмотрите на них сами. Все-таки свои глаза, когда это увидят, это намного интереснее. Также на территории можно приобретать сувениры. И уже у самого входа в храм, если вы обратитесь, также есть сувениры. Сувениры это Будда. Погнали дальше. И так, на сегодня у нас все. Надеемся, что вам понравилось, и вы обязательно приедете сюда и посмотрите все своими глазами. С вас убедительная просьба подписаться на канал, посоветовать его друзьям. Поставить лайки и обязательно написать комментарии. И поделиться этим видео в своих социальных сетях. Для вас это одна секунда. А нам приятно. Все, пока-пока.